это разве империи конкуренты это просто крысы которые забиваются в угол я вас приветствую друзья с вами вирус и джинь зянь ждется подожди а ты чё а мы тобой должны ходить все все это думал уже все подстава подстав не работает конечно же вызволяемого в качестве подкрепления они тут же бегут люди рекой стекаются в эту провинцию жаль он не может ходить дополнительно но от него уже считай избавились мы все ничего не получится у тебя смотрим дальше на шпионов кандидаты какие-нибудь ну кстати летуна надо взять этого он поможет любом случае он придаст тем более он здесь возглавляет армию возможно армию которая нет это не эту армию возглавляет но в любом случае какую-то армию он возглавляет именно ее мы сейчас уничтожим именно этой армии тебе больше не видать надо бы вас уничтожить наверно вот так зайдем захватим еще это поселение потом как-нибудь извернемся вывернемся пойдем нужны дорога собственно мы уже тут готовы бить бить уже готовы армия у него укомплектована мне кажется он снимет осаду там вопрос скорее стоит хотя даже не стоит вопрос поверят в нас или не поверят вот честно я думаю если глянуть эту ситуацию то не стоит что такой вопрос так дискредитировать персонажа кого будем дискредитировать еще кого можем еще сейчас дискредитировать этот уже расстроен но по-прежнему пока ничего не делает полководец полководец летун тоже к нам переметнулся до 60 а давай ради интереса тебя целом может и поможет такой маневр у нас многие полководцы в этом улье готовы перейти на нашу сторону в любой момент этому вообще не заморачиваемся на этот счет вообще не заморачиваемся давненько давненько мы с тобой не воевали да а давай превратим союзную войну вот не скучно было любопытно у него ночное сражение есть наступен но ты отомстишь не удалось устроить засаду но я думаю без прохать серьезно первого победа ладно чунгачкука не сможет разбить ну серьезно как-то еще мы теряем отряды она нет это чё за победа такая нам нужны отважные войны он на саду не снял любую бояться похоже так ты объявил нам войну качество полученные осаду я видел где они начали но там не осада по факту просто окружили поселение мне кажется даже гарнизон вот должен побеждать верно наша вера вознаграждена 22 года дружелюбие отзывчивость верность долгу неплохой персонаж который верен долгу ну к ним такова воля народа чтобы было нам проще потому что ты сразу минус полководец и он может его не заменить может его и не заменить так в онлайн на 67 во готова можно было даже сразу наверно проверить скорее всего этот полководец к нам бы присоединился еще на прошлом году больше шпионов нужно нужно больше шпионов пошли по порядку ты ждешь он ну вроде бы готовится уйти вроде нифига попробуйте еще создать продолжим осаду продолжаем ожидаем но тут побеждаем надо сказать пока продолжаем пока пока еще продолжаем потому что армию для начала еще одну затопит ярость надо бы восстановить на следующий ход уже подходить помогать поэтому пока продолжаем там осаждать все-таки больно заберет скорее всего сейчас поселение целу-цалу мерзкий разве нас печалит вообще не печаль выдвигайся он опять бежит опять трусы его сбегает не могу как не можешь и сможешь поступаем даже самые могучие из деревьев питают его корни они хотели тебя уничтожить так что ты обязан был подойти как подкрепление справедливость всегда торжествует может и захотят это не захотели они сбежали они все-таки просто сбежали от корней до самого неба моя воля тверже прежнего успел перестроить под высокими деревьями скрытый корн который уходи в поселение у нее что-то как-то я хочу посмотреть их товары мощновато выглядит банда кстати говорят тут и предводителя нет нормального с перками с максимум вот этот пригодится для восстановления потери все утражение натиска делаем не другие теперь будьте неподкупны прям не другие недороги да ох мы можем подвести на самом деле вот этих городу не обязательно даже восстанавливать час потери почитайте свои идеалы как вариант здесь и армия сейчас маленькая они потери несут лютые прислушивайтесь к советам потери несут ну давай аккуратно подходи сюда на следующий ход двинем наверняка и поймай этого мерзавца хотя летун наш вызвали а это полностью моя армия по факту они бросили одну бедолажку народ не заставишь умолкнуть да и старушку можно взять к делу все шпионы эти возвращаются не знают в ком сила брат так что сгибайтесь нам служат даже наши бывшие враги самые вроде бы непримиримые справедливость всегда пусть и родственнички но они нам уже служат моя страсть все ярче черный рынок черный рынок черный рынок так мимо агачи здесь с тобой тебя я не думаю что есть смысл развивать ветку полководца где не подожди финальный рывок скорость скорость натиска бонус к натиску в ближнем бою устойчивость к усталости вот пламя феникса скорее бы выйти в него но скорее это нужно вот здесь идти но здесь будет бессмысленно это делать тут перк финальный рывок скорость натиска бонус если здоровье ниже 50 но действует только на него самого не вижу смысла пока по краему не бывает же смыслом выйдем я восстанавливаю потери как поживает мой народ нормально поживает нормально с тобой бы посмотреть все таки как она выглядит да может и сразимся там час вариант такой имеется а ну-ка по шпионам ван момент управляющий управляющий полководец мы сейчас освободим одного полководца а су фэй у фэй су фэй а что если мы все таки попытаемся сейчас еще су фэя дискредитировать можем нет к сожалению к сожалению су фэй дискредити подожди подожди рано еще рано уходить дискредитировать су фэя недавние события минус 10 дискредитировать фар акцию через семью зайдем правильно и ты еще поднимешь шпионскую сеть все таки она общая у вас у вас много там шпионов это мы еще вызвали ли уже сколько и еще сейчас вызволим по идее там же хватит быстрее вызволить тебя семьдесят и сорокет но просто вызволить должно хватить да просто вызволить нам хватит правда придется пока по осаждать небеса улыбаются нам но у них проблемы у них уже гарнизон тает поэтому тут будет быстрее процесс происходить процесс очень очень живо будет двигаться можно еще одну армию нанять ну вот тут чё копошиться допустим подсуетить взять ее же например к стратегии есть всадников ну мате есть он я думаю пока в резерве посидит у меня желтого персонажа взять ну желтых хватает изберем тебя мой прицел возьмем тебя должен закон и возьмем давай тебя натянув тетиву задержи дыхание как я могу служить она будет опыт все давать вам кири давать опыт конница саблями ну пусть хотя бы один отряд саблями будет здесь многих менять надо хотя копейщиков вот этих предлагаю оставить копейщиков мы оставим тут я возьму этих ребят последний воин вместо лучников подтянем пусть воители эти ученые здесь живет множество людей это отличное место для торговли тебе копейщики есть в принципе можно либо элиту либо наших специалистов стрелков стрелков рубателей бандические артиллерии то мы готовы отражай щитом руби мечом заходи в поселение теперь ты служишь нам теперь ты будешь сражаться здесь и сдаем ход у шпионом пока голяк хотя он смотрите новенький у него текучка кадров просто лютейшие не успевает даже заскочить новый полководец какой-нибудь на должность как уже его вот-вот убьют делает вылаз не стал терпеть окей эншао покажи чего ты стоишь персонаж попал в плень ах наш плен то как манит всех а просто перебегают пачками плохой руководитель плохую разбегаются все образует коалицию с империи ханя империя хань где она еще живет там вроде бы тут распилили кусок который оставался от нее м коням хань неплохие эти жеребцы под одним знаменем теряет теряет бойцов по-прежнему голод никуда не делся порядок восстановлен единственное поселение которое он смог захватить и в целом добиться какими-то результата хоть какой-то победы и то это быстро закончилось как успехи он может сбежать на самом деле фишка в том что из этого поселения он может легко сбежать по реке это не то поселение которое если окружить все они встряли всегда тянитесь к небесам ну ладно давай возьмем эту столицу чем мне нравится повстанцы они даже если значительно слабее не принимают бой они не занимаются отойти назад бежать их это мало интересует никто не хочет он винт хуй хуй он уже готов сбежать у тебя никто не готов сбежать хотят сдаться нет не хотят ну значит передать полномочий забрать столицу империи об этом все услышат лей мао но при этом враги у него практически все мои друзья скрытность выдающийся ум можно его казнить но он не легендарный персонаж лучше его казнить мы ему дали шанс они выступили против меня и должны понести кару было бы нехорошо бросить это поселение все больше не император царство Сюнь фракция царства Сюнь этот военачальник утратил контроль над своей императорской резиденцией теперь он отчаянно пытается доказать что не перестал от этого быть императором а все прочие прецеденты самозванцы покидает распадающуюся империю императорская резиденция дохлача а он сидит в другом городе ну и пусть сидит не дотянется ускорение тогда лучше использовать лучше врубить ускорение и даже силами тебе дам приказ подойти поближе для подстраховки там гарнизон может быть просто хороший а если хороший гарнизон так просто не поверят ладно хотя это все я предлагаю сразу лучше разрушить торговец шелком ну в целом ладно оставим практически все сейчас так доход от шелка и здесь и здесь практически все точки школковые под нашим контролем а ядрен батон ну чё за хрень я пытаюсь навестись на разрушить а он и не дает возможность сделать но десятый уровень поселения я могу оставить текущей ситуации это мелочь там то осталось вот на одну провинцию хватить и нас должны объявить победителя есть контакт то есть вот эту провинцию берем и мы победителя не снижая не снижай можем себе позволить идти прям продолжить в обычном режиме идти как победителя победу справедливости надлежит отпраздновать ну к нам никто больше не хочет переходить но бадзи это точно цена предательства освободите дайте пленным свободу отражай щитом руби мечом пусть намерение обратиться я хочу же в любом случае сразиться с этими персонажами посмотреть как так получилось то вы у нас во служении он шамока идет от корней земли до неба соберитесь силами раз будьте упорными огнеупорными быть интересней у броня у пехоты с копьями подходишь помогаешь то есть посмотреть на тебя поэтому может быть эту осаду мы и сыграем лично просто чтоб глянуть на персонажа но но другой стороны надо будет наверно перед боем только обязательно сохранится иначе может произойти вы это кажется если а ты вышел из состава империи перестал быть моим врагом и и и чё думаешь ты так легко отделаешься что ли и он потянул от корней до самого неба того казнили он назначил но за работу но им полностью то недовольны мы не просим вероломное нападение всего стороны кто бросит мне вызов давай старики переходят и тоже понимает родословная он правда брат она ремонтирует это охрана стоит охрана не нападает прикиньте я думал этот вот проскаться у цел уже уже будет нападать уже прям готов но нифига так ладненько это объявляем тебе войну на всякий случай перед боем сейф может он может заглючить летейшим образом кстати это огненная одобрит поворот событий сокрушить их доверие особо не будет гарнизон совсем немножко поход цены но мы начинаем битву последняя битва последние получила идет благодетствие всему китаю призрак призрак слова но призрак умеет разговаривать призрак молвил призрак знает по такую речь главное горючок не вылетел нет в целом то если что автобой здесь справиться я специально подвел три армии которые легко что же сути столицы лекаре волна теперь перейдем к делу тебя должно больше беспокоить что стоит призрак но знак отображается вот ученого здесь тоже отображается полностью ученый раскраска назовем это так тоже соответствует тому что было много уважаемых желтых повязок об случайно этому куда она исчезла думал все таки все таки какой-то глюк есть ну то есть ну что сказать персонаж не исчезает персонаж есть персонаж здесь действующий итак если посмотреть помимо того что на картинке непонятно что когда заходишь в подробности только голова в остальном все хорошо способности нет никаких действительно и я рассчитывал что он на вдруг способности можно ли готовится использовать у перевязка обалденная тема перевязка вообще крутейшая тема я даже забыл что он зеленых она имеется но тут на штурм пойдем просто вот по всему периметру ну там откуда подойдут силы тоже здесь просто с одной стороны там как подходят так и идем на стрелки отрабатываем артиллерия уничтожает можно наверное артиллерию поближе поставить тут очень плотная застройка я бы даже артиллерии сейчас приказал уничтожить ее непосредственно он дальше будет видно огна но можно выбрать другой фланг чтобы мы не хочу они как бы заходили еще одной стороны вперед ждите сигнала за наше дело штурмуем твои слова также ничтожный как и ты так здесь загорается это хорошо артиллерия давай разбомбим мы не могу по области отдать приказ суда работаем бомбические стрелы своих тоже сейчас будет но не сбивают кстати смотрите то есть стрела попадает и по идее должны поцать проблем нет что касается там подкреплений огонь на стены на стены но вы сможешь попробовать взмолиться о пощаде твои слова безвольны как и ты подожди но здесь все выгорело по вышкам вроде бы дома тоже загорелись но к сожалению огонь не распространился на эти вышки о блин но он-то должен выжить кавалерия подходим сюда ой а ты чё тут халтуришь заберитесь с духом готовы башня у нас вперед мы даже подглючивает немножечко попрощение вперед сейчас еще одно стратега потеряю останься здесь где-нибудь этот мажор пусть хоть что-то сделает а то бездельник редкости лентяй вперед-вперед-вперед-вперед давай а ворота так и не сломали вы спускаться хотите нет что за глюки у вас хотя не ворота не пойми какие а ворота мои да ладно вы спустились серьезно спасибо спасибо захватываем вышек очень много мыши не выпендривайся но вышеку очень большая плотность я не помню связано ли это с уровнем города или все-таки из-за того что императорская считается территория уже заберитесь с духом бегом бегом время пришло заберитесь с духом вперед бегом приготовиться а теперь бегом раз делайте с ним но уже по факту могли бы объявлять победу на самом деле в этом и давай давим просто и беспощадно и на площадь заброне рычком давай вперед броня крепка и танки наши быстрые город наш безусловно ну интересно но получается что если данный персонаж без всяких глюков и проблем отображается то и индейец полностью будет функционально у него и даже прокачка ведь сохранилась большому счету всего можно без проблем прокачать и без проблем использовать как полноценного полководца вопрос только будет с этими с доспехами броней ему мы не можем выдать да которая подойдет ему все 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 успокойся игре плохо стало такого количества воинов еще еще тройной скорости столицу забираем победа наша народ не заставишь умолкнуть 20 тысяч забит насыпать еще но он раненый должен быть ну да в принципе вообще без проблем остальные все судьба пьется из стали а проверяется кровью китай стонет пока его разрывают на часть джэн циан проложила свой путь среди руин прошлого кипарисовое дерево стало сильней напитавшись кровью врагов оно тянется к небесам распавшаяся империя должна возродиться под знаменем правительницы любезной небу ее династия будет править вечно таки вот дела победительница джиньцянь дожила она все таки до восхождения официального на трон и до этой самой победы можем статистику посмотреть кому интересно он любимый персонаж участие в сражениях 82 ну у нас не так много было армии во время ох нифига себе а чё ты башкой сквозь сквозь каску прям годы службы вот потенциальный отец ее детей да не тот мажор а он слишком сильно дети похожи на него и он в ее армии все это время бегал победы в поединках 12 самый излюбленный дуэлянт текущий ход 141 прошло лет 28 вон способный воитель убил он кстати тоже больше всего именно бойцов обычно действующих персонажей 295 персонажей наняты на службу 22 умерших на службу 23 умерло больше чем я нанял так персонажи покинувших фракции тоже 158 я вообще не понимаю персонажи покинувших фракцию это нашу фракцию покинули 158 ну у нас физически столько не было персонажей 158 чтобы их покинуть то есть всегда удивляла эта цифра участие в поединках 50 выиграно поединков 39 полученные помощники предметы но это ладно фракция подвластные поселения в данный момент захвачено поселение 122 потеряно 12 110 это вот как сейчас максимум области 45 население под 100 миллионов армии 23 текущих 17 повышение в должности выполнено задание постройки следование восстание на занятых территориях 50 казнили юбилейный кстати недавно был казнем так соглашение 81 заключенных другими соглашений может это в целом сколько во время игры персонажи покидала фракции то есть не обязательно нашу а вот в целом кто уходил приходил вот кого мы переманивали именно эта цифра отображается там а не наш ушло больше сотни контактов уничтожили 14 фракций торговля с тремя сейчас доход почти 9 лямов заработали от областей причем только два с половиной ляма представляете торговля от грабежа мне даже десять тысяч будет доходить пропустил этот момент на самом деле самый высокий расход то есть если глянуть на ситуацию мы похоже от сражений получили больше денег чем в сумме от областей торговли грабежа хотя тут не указана еще дипломатия а мы очень много денег получали данью то есть мы очень много денег получили за счет дань переметнувшихся шпионов всего действующих шпионов 3 успешно 10 шпионов 3 учитывая сколько мы действий предпринимали шпионами против нас может быть только убитых солдат потеряно рекорд потерь в одном бою рекорд убитых в одном бою максимум убитых одним персонажем всего сражений героическая победа только одна и то гарнизоном скорее всего да нам засчитали мне кажется было больше именно условно героически осад поражение за ресурсные поселения засады его побед в общем да здравствует императрица такие вот дела мы победили но у меня вырубился компьютер в общем в принципе победа то одержана это уже не столь важно но неприятно опять начинается какая-то комитет у меня перегревами периодически мне плохо раз и даже даже до троицарствия добралась с этим ну и посмотрим ладненько друзья мои такая вот компания получилась такие вот дела сейчас дублировать ролик и победное меню не стану мы в любом случае уже победу одержали ну а тут я зашел говорится нормально попрощаться чтобы не было вот этой оборванность которая получилась в итоге пока мы смотрели статистику и нажав на кнопочку вернуться в компанию произошла неприятность но сейчас кстати говоря 120 фпс игра выдает как-то так на сегодня все увидимся в следующих компаниях приходите на стримы поддерживайте более сейчас именно стримы скажем так обеспечивает жизнь канала в оффлайне в том числе до скорой встречи всем добра пока